С 1 по 3 марта 2019 года в городе Сызмин прошел 8-й областной военно-спортивный лагерь «Зимний рейд». В нем приняли участие 20 команд из 11 муниципалитетов губернии. Среди этих 100 участников военно-патриотических клубов были и сергиевцы. Серебро рейда завоевал военно-туристический клуб «Экстрим». Это состязание для самых сильных команд, которые входят в 1-й дивизион губернии. Суходольский «Экстрим» принимает участие в таких областных стартах ежегодно. Причем каждый раз новым составом. Стоит отметить, что командир группы, выезжающий на соревнования, сам подбирает себе команду. По навыкам, возрасту, физподготовке. Я не смотрела, в чем они одеты. Я знаю, что у них маскировочные халаты одеты были и все. Больше ничего не знала. И вдруг я беру бинокль и наблюдаю за командой. Я же не знаю, чья команда. Я говорю, как классно они работают. Все раз в бинокли. И все смотрят. Настолько точно, настолько отлажено у них было. И когда они пришли к финишу, я смотрю, это наши дети. Я была горда за них. Пошли бы с ними в разведку. Пошла бы. Не задумываясь, пошла бы в разведку. Потому что они все те моменты, все нюансы вот эти, вот они настолько уловили и все это применили. В истории клуба уже были высокие результаты в зимних рейдах. И вот в этом году «Экстрим» воспрял вновь, как выразились представители Департамента по делам молодежи. Важно, что все состязания проходили в условиях, приближенных к боевым на территории настоящего военного объекта. На протяжении трех дней участники зимнего рейда преодолевали конкурсные трудности и прошли основы военной подготовки. Наши земляки выходили на старт в младшей возрастной группе и сразу же окунулись в атмосферу спортивного соперничества. Все это в сложных погодных условиях. Снег, ветер и занесенная трасса. Поначалу мы запутались в карте и потерялись немного в поле. Но потом наш командир принял верное решение. Мы свернули на нужную лыжню и вышли все-таки к этапу. Мы прошли пинбол и обезвредили часовых. То, когда нам дали код, там надо было взорвать радиостанцию, то мы уже более-менее начали понимать то, что не все, скорее всего, могут пройти это. В первый день мы сами себя уже настраивали и готовили. Нам рассказывали об этом рейде и предыдущие экстримовцы. Вообще, когда мы сидели в автобусе, нам позвонил наш руководитель Валентина Васильевна и сказала, что первые две команды вернули, и мы подумали, что это все. Мы не проедем, сейчас там где-нибудь потеряемся. И рассказали, что там кабаны есть в этом лесу. После вас кабанов нет? Видимо, нет. Военно-спортивный лагерь в этом году проводился по двум блокам. Первый день был посвящен военной и физической подготовке. Молодые люди смогли попробовать свои силы в лыжных гонках, скоростном скалолазании, челночном беге, и спортивной викторине, и стрельбе из пневматического оружия, а также в метании ножей. Вечером состоялся урок мужества. Ну а во второй день соревнований состоялось, наверное, все самое интересное. Была проведена большая сюжетно-тактическая игра на местности, как раз под названием «Зимний рейд». Легенда и задания игры стали известны школьникам только в день проведения состязаний, поэтому они смогли проявить всю свою стрессоустойчивость и подготовку. Валентина Васильевна, мы все можем. Мы вас не подведем. Теперь мы решили устраивать хорошие тренировки. Мы видим, что мы можем победить. Огромное спасибо вам за то, что вы нас настраивали. Теперь для нас все возможно. Команда «Экстрим» взяла второе место в главном этапе соревнований в самом зимнем рейде, а по итогам всех стартов вошла в пятерку лучших клубов Самарской области. Екатерина Реснянская, Дмитрий Сурков для информационной службы телекомпании «Радуга-3».